вот дорогие мои подписчики перед вами блесна снайпер их можно сделать разные виды разные размеры покажу через несколько секунд как делать зачем делать и для чего делать и как ловить покажу внимательно обязательно досмотрите до конца здравствуйте рыбаки и рыбачки сегодня как обещал хочу рассказать интересной снасти для ловли окуня в камышах блесна снайпер я ее назвал значит предыстория этой истории откуда я это не моего изобретение не моя выдумка это як однажды был на рыбалке и мне ловил я на мормышку и рядом ловил это было много лет назад мужчина довольно таки взрослого возраста и вот он ловил я поймаю на мормышку одного окуня он 9 я 2 он 15 ну и так продолжалось солоде меня забыла к нему подходить потом я подошел и увидел его снасть он ловил на вот такую вот блесенку я вам показываю вот такая блесенка с подвесным крючком видите вот здесь колечко вот здесь вот кольца так она сделана и сверху стоял подвесной крючочек вот с такими бусинками в чем дело в чем секрет именно в камышах окунь охотится за мальками за всякой живностью подводной там и мотыль и пиявки и всякая такая жизнь вот делается сейчас вам показываю еще раз чтобы специально сделал покрупнее но она увидите это блесна спаянная но не зачищенная но когда мы зачистим она естественно будет блестеть вот делается припаиваться не крючки блесни а вот такие ушки потом сюда приделывается колечко делается она из проволоки и вот такие вот что он показывал крючки для этого используется вот этот бисер чем преимущество вот этот бисер он очень стеклянный надо он играет но вылитый мотыль получается воде и вот несложно блесенка делается небольшого размера маленького легкая потому что вы работаете на глубине метр максимум полтора ну два метра это даже много ну на мели самой до метра до полтора метра там и крутится вся рыба бывает что и белая хватает рыба бывает что и щука обрывает если есть наличие щука вот так она изготавливается и ничего тут не надо много как говорится особо чтобы блесна была там идеально гладенькая так это необходимости нет потому что основная задача это движение под водой колебания и игра вот именно вот этих вот крючочков сейчас я покажу как она делается как она делается я сказал как она работает в аквариуме вот смотрите ставится вот это вот блесенка и сверху крючочек вы разнообразную делаете игру можно дна касаться покасались чуть-чуть раз подняли потом придерживаете держите буквально до 10 секунд только иногда вот так вот пошевеливаете и начинает вот этот крючочек и бусинка и крючок на блесне шевелиться создается определенные колебания воде и тут красная вот это вот наподобие мотыля штучка идет поклевка и кивочек у вас на удочке срабатывает или подпрыгивает вверх или дергается вниз видите вот эта удочка которую он показывал вот на нее я ловлю такой снастью и на мормышку этой удочка ловлю кто-то там надо мной смеется типа бомжатская да бомжатская какая разница в общем это мы поняли сейчас вот показывает другую более крупную но крупную нет необходимости но обязательно нужно ставить сверху крючок потому что если мы лоим на одну вот эту вот блесенку вот я тоже показываю да работает она но когда стоит сверху крючок с бусинкой количество поклевок увеличивается многократно просто разница очень большая очень она видная заметная вот и все что я вам принципе хотел рассказать ничего сложно нет почему называется это блесна снайперы уточняю потому что видите она не уходит никуда в сторону а вы работаете вот у вас среди камышей есть маленькая кошка вы опустили его в этом окошке работаете и сверху еще вот это вот крючочек с бусинкой и вы раздразниваете рыбу она подходит и вот смотрите как болтается вот этот крючок видите как он болтается вот если показываю выше вы чуть-чуть играете вот он болтаться начинает в разные стороны как живой как будто бы там сопротивление рыба как будто бы хочет есть вот эту наживку искусственную и она хватает естественно я вам поделился это очень ловистая снасть на окуня но бывает и щука рвет надо быть готовым ну всем благ подписывайтесь кому интересно до встречи в эфире